добрый день мои дорогие зрители здравствуйте мои любимые подписчики вот сегодня у меня вот такой куриный фарш обжарила так кричите лифт телевизор у меня вот обжарила куриный фарш хороший фарш брала не такой какой-то там котлетный с добавками а просто чистый куриный фарш я его прожарила сварила макарончики добавила сюда немножко кетчупа но немножко потому что у меня кетчуп очень оказался злой который я сейчас купила вот даже максюша когда он очень любит кетчуп но когда вот им просит но он сразу кричит дайте мне водички запить а вот девочки вы у меня спрашиваете как живут пенсионеры в беларуси на это отвечать очень сложно ведь пенсионеры разные есть есть которые на каких-то работах работали очень таких ответственных сложных но моя работа была кинотеатр в основном кинотеатр магазин то что мне пошло в стаж а это все-таки работы хозрасчетные вот вот как кинотеатр это было хозрасчетное зарплаты были маленькие поэтому и пенсия у меня небольшая за счет того что я перешла работать еще потом подработала немножко в магазине в кафетерии я чуть-чуть повысила себе пенсию но пенсия у меня небольшая поэтому живу я очень скромно очень скромно но я я в общем то привыкла так жить потому что но у меня никогда не было больших зарплат что там в кинотеатре что-то в магазине что там за зарплаты были поэтому я привыкла я не сторонник огромного количества еды вот я не покупаю самое худшее конечно но я на всем экономлю раньше я ходила в парикмахерскую стричься ходила парикмахерскую делать педикюр но потом мы с аришей купили аппарат и теперь мне ариша педикюр делает и я ничуть не сожалею мне это очень нравится вот стригусь я тоже сама потому что посмотрела что вот под стригу ты мне потом это не нравится вот и я решила что я должна это делать сама как я стригусь я немножечко чуть позже вам покажу вот захотелось мне перевернуть на окно вот внутреннее окно я их не заклеиваю никогда и вот утреннее окно на кухне вот потеет вот цветут мои орхидейки красавицы радует меня вот сегодня у нас температура 1 градус мороза я сейчас вышла немножко подмела там снежок потому что ночью насыпала вот и думаю надо уже теперь покушать покушать и с вами поговорить вот маникюр я делаю девочки сама ну зачем мне надо к кому-то ходить если я все умею сама вот пенсионеры конечно военные пенсионеры у них огромные пенсии вот у таких людей которые на хозрасчетных в хозрасчетных организациях работали то конечно пенсии мизерные вот сложно жить сложно еще тогда когда у нас поменялись эти деньги и удалились эти нули то еще сложнее стало потому что раньше как-то мы уже привыкли и цены не такие были большие но сейчас когда вот эти вот обнулилось то цены возросли потому что тот кто продает вот на рынке допустим это получалось у них копейки а именно не интересно это зарабатывать копейки то цены возросли в несколько раз а пенсия то осталось тоже можно сказать поэтому я не буду вам никакие расчеты говорить потому что ну что кто из беларуси то меня наверно понимает вот россиянам не расскажешь не объяснишь непонятно будет все равно это вот ну вот так вот буду кушать а то мои макарошки совсем остынут вот и наше чудо вот так вот спит наши не наши лапки под себя головку откинул вытянулся и даже не реагирует я его снимаю я с ним разговариваю трогаю его захват ну вот разбудь разбудила да разбудила так сладко спал муж мякуша мой хороший мой мальчик он знает его здесь не обидит даже разрешает животик ему погладить домой хорош и мой хороший мой сладкий котик ну спи моя лапочка спи моя лапочка пришла девочки с рынка хорошо что взяла вот такую вот сумку на колесах это у меня сумка от эйвон такая вот дорожная сумочка небольшая но вы знаете что она сама даже и пустая все равно тяжеловатая потому что там колеса и все вот эти приспособления так бы я наверное все это не донесла а когда есть куда положить до берешь берешь и берешь взяла три десятка яиц сюда здесь полтора здесь полтора в одной беленькие в другой желтенькие вот я люблю что у меня яйца всегда были потому что это такая вещь необходимая не всегда ее ешь но куда-то она обязательно нужна эта вещь взяла булочку свеженькую но она немножко подмерзла сегодня у нас минус 4 гололед то что вчера растаяла сегодня это все замерзло идти очень тяжело хорошо еще сегодня я не отдела зимнее пальто отдела осеннее потому что думаю что ходить за продуктами продукты тянуть все это будет мне очень жарко взяла печенье печенье наполитан называется он не аны с льняными семечками молочком кефир филешку в общем по всем магазинам тут вокруг рынка ходила взяла мандарин мандарины сказали абхазские очень люблю абхазские мандаринки с кислинкой максим не любит но не любит максим значит хотя бы я покушаю вот а так себе вечно не достается вот взяла на торт дню рождения взяла орехи бланшированные вот такие вот фисташки очищенные и взяла вот такой вот наборчик здесь орехи разные и изюмчик есть изюм я отсюда вы нему съем орешки перемолю это тоже пойдет в торт хочется чтоб торт был очень очень вкусный ну и в коммунарку зашла конечно конфеток взяла какие-то вот конфетка тафетка называется и заодно 11 называется так заодно и 11 номер вот вот так вот я сходила зашла еще в девочки забрала свой каталог зашла в эту самую этот ой как он называется в банк положила на карточку денежки чтобы если вы на алиэкспресс что-то найду вдруг попадется и захочется заказать чтоб на карточке лежали так то пенсию я получаю наличными а карточку я завела просто для того чтобы у меня на ней какие-то денежки были потому что на алиэкспресс хочется заказать ну и бывает так что знаете вот до пенсии денег уже нету в кошельке карточки всегда что то есть в общем такое вот энзе у меня вот и все вот так вот я сегодня утром прогулялась не знаю может мне сегодня придется за максимом идти не знаю как аришка придет сейчас подходила к одной девочки которая на рынке работает спрашивала у меня про аришу я говорю ариша вот так работает я говорю приходит очень поздно даже бывает ночью приезжает она говорит о у меня знакомая работает говорит хочет идет к десяти придет ко мне кофе попьет вот так вот говорит она очень свободно легко но я говорю наверно в другой может организации ариша такие большие дальние районы большие магазины там вообще кошмар какой-то я говорю узнает и может быть стоит ей перейти потому что зарплата не такая уже и большая за что держаться в общем поговорили обещала она мне это сообщить ребенок мой совсем уже расстроенный на нет говорит я не думала что это такое будет что ночью бывает до ночи делает я курят так как магазин же закрыт она говорит не важно там же охранники охранники охраняют а я себе работаю я говорю но это не дело это не дело чтоб можно надо было работать до часу ночи а потом ехать домой на такси с другого конца города и платить 12 рублей потому что это ночной тариф это же вообще какой-то кошмар так что у нас сейчас вот такие вот проблемки есть она ищет работу есть работа конечно есть такая вот работа которая на которой она с удовольствием пошла но тогда мне надо на себя повешать максима водить максима приводить а я вы знаете честно говоря не очень-то этого хочу вот я могу сходить иногда забрать его но чтоб вставать в пол седьмого собирать ребенка везти в сад нет я уже свое отработала вырастила дочку вырастила внучку а сейчас у меня уже тут водороск когда я должна немножечко и отдыхать и пожить для себя может я не права вы конечно мне напишите это в комментариях но я думаю что моем возрасте уже надо и подумать немного о себе тихо горячая горячий пирог до каждый день подарок новому году нет подарок будет один перед новым годом еще целый месяц ждать до нового года что есть огоньки есть у кого у бабушки у бабушки лены ясно но зато вот видишь на пироге есть вот какие шарики висят на пироге да вот такая вот елочка не трогай пальчиками она горячая только от духовки достану звезда я нашел звезду звезду нет это не звезда ну может быть это и звезда кто его знает что там спеклось ну что ты мандаринку почистил и не надо максюша не надо ковырять пирог остынет тогда будешь кушать кушай мандаринку я сок буду сок будешь остальное кто будет кушать кто будет кушать остальное надо целиком ложить долечку в ротик и кушать баловень